Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Многие из тех, кто всерьез занимается коллекционированием орхидеи и содержит различные экзотические представители семейства орхидных, несколько пренебрежительно относятся к голландским фаленопсисам. А я, как настоящая орхидейная плебейка, испытываю самые нежные чувства к обычным гибридным фаленопсисам, трепетно взращенным где-нибудь в далеком королевстве Нидерланды. Не скрою, что с течением времени мой круг орхидейных интересов значительно расширился, когда я открыла для себя обширный мир так называемых породистых орхидей из Азии. И когда в одно прекрасное время в моей орхоколлекции произошел значительный крен в сторону азиатских орхидей, приобретаемых исключительно подростками, мои некогда сплошь роскошно цветущие подоконники, перед которыми буквально столбенели случайные прохожие, превратились в сплошное зеленое море. И несмотря на прежний довольно высокий интерес к выращиванию и доведению до ума разума подростков азиатских орхидей, я как-то заскучала по былому цветущему орховеликолепию. Поэтому последние два года я снова принялась активно пополнять свою скромную коллекцию именно голландскими гибридными фаленопсисами, неприхотливыми, пластичными, цветущими охотно и долго. И сегодня в центре вашего внимания попадут некоторые из этих благодарнейших орхидей. Первым с удовольствием представлю вам вот этого орхидейного великана. Размах его огромных 30-сантиметровых листьев достигает практически полметра. Настоящий орхокондор. Пусть вас не удивляет, что его цветонос не прикреплен к держателю и находится, так сказать, в свободном полете. Фаленопсис располагается у меня высоко на оконной подставке, поэтому его цветонос и рос куда и как ему заблагорассудится. В этом году мои орхидеи цветут не так пышно. По-видимому, тяжело все-таки переживая травму, нанесенную клещами и обильными опрыскиваниями, ядохимикатами. Но все же стараются радовать меня, невзирая на все перипетии их орхидейной судьбы. Вот эта орхидея, кстати, носящая торговое название опиум, постаралась осчастливить меня букетом из четырех огромнейших, более 12 сантиметров в диаметре цветов. Удивительно, что все домашние цветения этой орхидеи значительно отличаются от магазинного, где в окрасе было немало верескового. Особенно интересен был узор в виде вертикальных линий на верхней сипалии. Теперь же этот красивый розово-лиловый практически выбелен и прячется лишь на нижних застренных сипалиях. Темный глубокий цвет заливает буквально весь цветок ежевичным соком. Фактура цветка потрясающая. Она завораживает мягким переливающимся велюром. Так способна сиять только самая дорогая бархатная ткань, превращая орхидею в таинственную незнакомку в вечернем платье. Даже само название опиум вызывает в памяти пьянящий аромат одноименного французского парфюма. Завораживающая орхидея. Не менее интересен, на мой взгляд, фаленопсис перблум антура сарагоса. Самая первая купленная лично мною, еще на заре своего орховлечения орхидея. Как мне удалось встретить в Ашане много лет назад такой исключительно редкий гибрид, диву даюсь, ни до, ни после в садовых центрах мне больше не встречалось это чудо гибридизации. И если вы желаете в свою орхоколлекцию вечно цветущую орхидею, то этот фаленопсис, нареченный в честь испанского города сарагоса, должен стать в числе первых на приобретение. Этот неприхотливый сторожил моей орхоколлекции успел настолько зарекомендовать себя этаким непотопляемым лайнером, что в позапрошлое лето жертвенно занял самое опасное место на моем восточном подоконнике, где с утра нещадно припекало солнце, невзирая на все затенения. И если все предыдущие года ему с легкостью удавалось вытерпеть все шалости летнего солнца, то на этот раз фаленопсис так легко не отделался. Несчадное солнце выжгло растущий молоденький листик, буквально испепелив серединку и нарушило точку роста. Недолго думая, орхидея тут же выдала мне прикорневую детку, и теперь уже непрекращающееся цветение дарит мне именно она. Эффектным и броским цветение этой орхидеи назвать, пожалуй, сложно. Цветочки небольшие, едва достигающие в диаметре, 6 сантиметров, но такой удивительной формы, стремящейся к треугольнику, что мало кому уступит оригинальностью. Раскрываются цветы орхидеи не полностью и потому напоминают распускающиеся розовые бутоны, а небольшая волнистость петалей лишь добавляет сходство. Поражает плотность цветка с поверхностью, напоминающую хорошо выделанную кожу с красивым тиснением. Своим темным оттенком сарагоса может посоперничать со знаменитой коодой. При определенном освещении орхидея выглядит практически черной. Только коода отливает спелой вишней, а переливы этой орхидеи больше напоминают цвет фиолетового вина, который настоящий взрыв черных ягод, ежевики и черники. Этот ягодный микс очень красиво оттеняют сахарные маски по краям петалий и сипалий и белоснежные латеральные лепестки с колонкой. Вот такая, можно сказать, орхидейная соперница кооды. Я рада, что они обе есть у меня в коллекции. Фаленопсис с торговым названием Red Cross Красный Крест тоже был приобретен мною на первых стадиях формирования орхоколлекции, когда я действовал, руководствуясь простейшими принципами. Белая есть, розовая есть, сиреневая имеется, желтенькую купила, теперь нужна пестренькая. Пожалуй, не очень-то удачное приобретение, потому что за эти годы нам никак не удалось нарастить с этим фаленопсисом приличную ботву. Орхидея упорно предпочитает растить корни и пускать цветоносы, а более четырех листиков ей выдать так и не удалось. Цветы орхидеи, правда, очень симпатичные, стремящиеся собрать тонкий шелк петалий в такие изящные складочки. Кристальную искрящуюся белизну цветка украшает любопытный рисунок пятен, складывающихся на верхней сипалии петалиях в изображении креста, который сияет всеми оттенками пурпурно-маджентового. Как и у любой другой пятнистой орхидеи, раскраска каждого цветка индивидуальна. Интенсивность и величина пятен зависит от многих условий температуры, времени года, освещения, но этот уникальный крестообразный узор всегда строго прослеживается на каждом цветке. Губа же орхидеи щеголяет легкими медовыми мазками, россыпью оранжевого конфетти и своими теплыми оттенками смягчает холодную цветовую гамму цветка. Сейчас, конечно, огромнейшее количество пятнистых орхидеи, но нельзя сказать, чтобы редкросс не смог составить им достойную конкуренцию. А вот эту орхидею трудно упрекнуть в скудности листвы и нежелании долгое время обходиться без цветения. Фаленопсис морским названием Немо выпускает свои цветоносы один за другим, как подводная лодка торпеды. У меня на канале есть небольшое видео, в котором я с любовью отзываюсь об этом гибриде. Симпатия моя, надо сказать, с тех пор нисколько не угасла. Да и кого может не радовать орхидея, цветущая с таким завидным постоянством? В отличие от предыдущей орхидеи, фаленопсис Немо довольно крупное растение, снабженное вытянутыми листьями, достигающими в длину 15-20 сантиметров и длиннющими цветоносами с цветами 8 сантиметров в диаметре. Сейчас мало кому по душе прожильный рисунок фаленопсиса, но в цветке этой орхидеи он очень красиво расположился на сипалиях и прекрасно гармонирует с почти монохромно окрашенными питалиями. Самые красивые оттенки имеют свежераспустившиеся цветы. Здесь на палитре мы видим канареечно-желтый, покрытый малиновой вуалью, и фуксивый фестиваль в разгаре на питалиях. Спелой брусникой щеголяет губа орхидеи с неоновым кончиком. Словом, вся эта орхидея – торжество яркости и цвета. Со временем насыщенность красок уходит, подобно морскому отливу, но свисающая гроздь крупных цветов по-прежнему радует взгляд. Невероятно трудолюбивая и заслуживающая внимания орхидея. Следующий красавец – один из шедевров гибридизации – фаленопсис с неожиданно для всех зловещим названием – сакрифайс, жертвоприношение. Может быть, и расплывающийся по всему цветку анимоновый цвет напомнил кому-то жертвенную кровь на выбеленном солнце камне у ацтеков. Мне, признаться, не хочется, глядя на этот прекрасный цветок, задумываться о таких тревожных ассоциациях. Поэтому для меня это в первую очередь сладкий сливочный пломбир, щедро политый вишневым сиропом. В отличие от многих орхидей, теряющих свою привлекательность по мере цветения, когда краски орхидеи тускнеют, сакрифайс является счастливым исключением. Ему безмерно идут эти сдержанные приглушенные тона цвета розовой базиновой ягоды. Лишь по краешкам цветка по-прежнему пламенеет насыщенный цвет рода дендрона. Поверхность цветка схожа с шелковистой атласной тканью, дарящей самые приятные тактильные ощущения. Размер цветка не может не вызвать восхищения. Его диаметр превышает 10 сантиметров, и это еще одно из неоспоримых достоинств этого гибрида. Недаром производители частенько формируют из него так называемый каскад, выгибая цветонос плавной аркой. Я покупала свой сакрифайс именно такой конфигурации, и очень сожалею, что упустила время, чтобы и в домашнем цветении придать цветоносу форму дуги. Но ничего, думаю, в следующий раз решусь на такой орхидейно-архитектурный эксперимент, и торжественное царствование этой орхидеи на моем подоконнике будет более великолепным. Дал боковое ответвление от цветоноса, приобретенный этим летом в одной из групп ВК фаленопсис горизонт, набирающий обороты популярности мультифлора, редчайшей для фаленопсиса таракотовой окраски. Горизонт как раз одна из тех орхидей, которая не бросается в глаза своей эффектной внешностью. Она создана для длительного созерцания, практически орхомедитации, во время которой вдоволь налюбуешься всеми оттенками неба, раскрашенного заходящим за горизонт солнцем. Палитра цветка сияет самыми благородными оттенками красного дерева, с коралловыми, сполохами, гаснущими медно-золотистыми искрами. Особое сияние придает и высветленная середина, так характерная для целой орхидейной серии мультифлор Горизонт, Лас-Вегас и Монако. Меня этот гибрид просто очаровал своей оригинальностью, этим сложным окрасом контрастных и теплых оттенков. Этой мультифлорой приписывает еще и наличие запаха, но то ли он слишком нежен, и мой нос испорченный, вдыханием интенсивного аромата Джо Ферри Тейл его не ощущает, то ли отсутствуют подходящие условия, чтобы он проявился, то ли конкретно у моего экземпляра он отсутствует. Но и без того этот метеорит персиково-красных звездочек хорош. Мне очень полюбилась эта орхидея, которая не в пример тому же Лас-Вегасу обладает более сильной жизнестойкостью. Ей тоже пришлось столкнуться во время пересылки с некоторыми трудностями, но она их с успехом преодолела. И если красота Лас-Вегаса просто бросается в глаза, то прелесть этой орхидеи нужно оценить, вглядевшись в эти сложные переходы цвета и сияние малинового шиммера. От яркости перейдем к пастельной нежности. Тот, кто уже давно на моем канале узнает еще одного героя моего ролика Фаленопсис Карину, имеющего еще одно торговое название Африканский закат. И я уже пела хвалебные оды этому потрясающему гибриду, который не прекращает своего цветения с момента появления в моей орхоколлекции. Ранней осенью совершенно случайно я обломила уже практически сформировавшийся цветонос и нисколько не опечалившись подумала, ну вот, наконец-то настало время этому трудяге передохнуть немного. Так нет, он тут же разбудил боковую почку и шустро стартанул уже с бокового ответвления. Цветов выдал немного, но за счет их немалого размера, 10-12 см в диаметре, цветение вышло зрелищным. Сам цветок, оттенка закатного золота, словно пронзают нежнейшие шелковые персиковые нити. Эта деликатная красота, припудренная перламутром, мерцает мельчайшими крохотными звездочками. И все это так изысканно и благородно, что хочется смотреть и смотреть не переставая. Очень надеюсь, что мне удалось с камеры передать хотя бы часть этой удивительной красоты. И прекращать марафон своего трепетного цветения орхидеи не думают. Вот извольте еще один, отливающий глянцем бутон на подходе. Вскользь упомяну еще одного чемпиона в орхоцветении, мою орхидею из пенька, чармер. Стойко не желающий сдавать свои позиции, предпочитающий наращивать цветонос и раскрывающую все новые и новые цветы, пленяющие пятнистой и яркой расцветкой. Очень надеюсь, мои дорогие орхолюбители, что вы разделяете мои симпатии к этим неприхотливым представителям рода фаленопсис, не блещущими, не знаменитыми именами, не впечатляющей родословной. Но все же это самые первые орхидеи, с которых начинал, пожалуй, каждый орхолюбитель. А первая орхидея, как и первая любовь, рождает в душе самые трепетные чувства. Большое спасибо всем, кто поприсутствовал на этом орхидейном мини-вернисаже. Я благодарна всем, кто оказывает мне регулярную поддержку, смотря и комментируя мои видео. Тем, кто только недавно присоединился к нашей теплой орхидейной компании и тем, кто просто зашел в гости полюбопытствовать. Надеюсь на новые орхидейные встречи. Ваша Алина.